Привет, я Олеся Медведева, это Ясно Понятно Блог на канале Страна.юэй. Я снова в вашей любимой студии. Вчера Александр Корниенко после зашквара с корабельной сосной все-таки извинился. Мы сыграли в этом всем не последнюю роль, но извинился он перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой, но не перед нами. А стоило бы ему извиниться в том числе и перед журналистами интернета здания Страна.юэй за то, что он и Ирина и вообще руководство партии, их пресс-служба обвинила страну в том, что мы распространяли фейк. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, слуги народа, извиняйтесь. Но, тем не менее, я думаю, что история с корабельной сосной запомнится людям надолго, а это нелестное, скажем так, прозвище, закрепиться за госпожой Ириной. Ну, пусть скажет спасибо за это своим коллегам. Также, по информации наших источников, в Николаевской области после этого инцидента ни один из присутствующих на публичном мероприятии, когда Корниенко и Арахами уезжали, не пожал Корниенко руку. Ммм, становитесь нерукопожатными, господа. И знаете, друзья, сам тот факт, что представители власти, а именно президентской партии, не следя за своими словами, подтверждает и следующий скандал прям с одного на другой сразу, с корабля на бал. Отличилась на этот раз глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова, тоже из «Слуги народа». Она заявила, что у безработных людей рождаются дети низкого качества. И подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода. Подождите возмущаться, там очень много всего интересного. Разберем этот скандал, смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. И вроде как в любой цивилизованной стране депутат, который возглавляет такой важный комитет, как комитет по социальной политике, и ветеранов туда еще присоединили, должен заниматься именно социальной политикой и заботиться о людях. Но нет, не в нашей стране, у нас все иначе. Галина Третьякова решила порассуждать на тему, кто-то назовет это Евгеникой, кто-то назовет это откровенным фашизмом. Итак, подняла на вопрос целесообразности социальной выплаты безработным людям. Когда мы демографично надаем такие деньги, которые используются родиной, и родление ребенка не для того, чтобы ребенка дать ей права, обучение и так далее, а родить ребенку для того, чтобы поддерживать материальную помощь, то мы отримуем, я скажу так жестко, мы отримуем детей очень низкой качественности. Какая интересная мысль. Вот только что-то здесь меня откровенно очень сильно смущает. А вас смущает? Что конкретно? Пишите в комментариях. Дальше она приводит пример политики Великобритании и Сингапура, которые усиленно борются с безработными вплоть до стерилизации. Вот такая жесткая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куан Юня там вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю кастрував, стерилизировав женщин, у которых не было высшей освіти. Дуже жестокими методами, ну я бы сказала, навіть такими, ну садистскими, выкручевывали в нации элементы, которые не есть защитниками и годовальниками. По ее словам, такими методами власти других стран выкручевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. А помните, еще раньше в спарте детей, которые казались нездоровыми, сбрасывали со скалы. Нормальная практика же была, да, Галина? Песню спевать нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей батьевшины, на защиту своей домики, на то, чтобы годовать своих утриманцев. Все, кто этого не делает, они не могут относиться к себе к счастливому жизни. Ну вот так я считаю, нужно защитить простую человеку. Но не просто простую человеку, а ту, кто хочет работать, а ту, кто хочет защитить громаду нашу нации. Подождите, этот человек точно глава парламентского комитета по социальной политике? Может у нас какой-то комитет по геноциду каких-то не таких ущербных, неработающих, недостойных граждан появился? Далее комиссия Федерации профсоюзов потребовала после такого заявления отставки Третьяковой. Ну чтобы ее убрали хотя бы с должности главы этого комитета. Письмо с такими требованиями было направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову. От имени профсоюзного сообщества и ее женских организаций высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. В президентской партии, разумеется, пытаются извиниться за вот это высказание, ну потому что это откровенный зашквар. И заявили, что рассмотрят вопрос о том, что надо ее как-то убрать с должности главы комитета по социальной политике. Как-то не Камильфо. Кто же такая Третьякова? Всем интересно. Госпоже Третьяковой 57 лет. Ранее она возглавляла общественный совет при пенсионном фонде Украины. И была членом его правления. Занимала пост генерального директора Украинской Федерации Страхования. В Верховную Раду она попала по спискам. Слуги народа была под номером 54. В момент избрания руководила общественная организация, которая называлась Институт гражданских свобод. Которая финансировалась за чьи деньги? Ммм, западных спонсоров. Например, 100 тысяч долларов они получили от американского фонда USAID. Но Третьякова возглавляет сейчас не только парламентский комитет. Она также является членом делегации трехсторонней контактной группы в Минске. Отвечает там за гуманитарные вопросы. Гуманитарные. Этот человек за них отвечает. Также Третьякова известна своими высказываниями в пользу повышения пенсионного возраста. И является соавтором проекта нового трудового кодекса. Помните, я о нем неоднократно рассказывала. Там очень легко можно уволить человека. И он становится абсолютно никем, этот наемный работник. В общем, этот человек абсолютно никакого отношения к социальной политике, как явлению заботы государства о своих гражданах, не имеет. Тут скорее совсем другое. На эту тираду «Слуги народа» Третьяковой отреагировал и наш главный редактор Игорь Глужева. По поводу заявления Третьяковой о детях безработных и стерилизации. Хоть она исцелается на передовой опыт других стран, но в Евросоюзе такую дичь уже давно не услышишь. В Европе, а в последнее время и США, другой тренд – гарантирование определенного дохода граждан, вне зависимости от того, имеют они работу или нет. Этот подход имеет вполне прагматическую составляющую. Расходы на соцпомощь считаются вполне приемлемой платой за нивелирование рисков, которые несет для основ государства обнищание населения, начиная от криминала и заканчивая угрозой бунта и революции. Во-вторых, расходы на выплаты людям поддерживают потребительский спрос и создают емкий внутренний рынок для производителей товаров и услуг. Можно спорить, насколько такой подход правильный или нет, с ним далеко не все согласны и на Западе, но пока тренд именно такой. Но важно понимать, что Третьякова и подобные ей люди, выходцы из западных всяких гранповских структур, исповедуют совсем другие теории. И они не про людей. Нардеп от «Слуги народа» просто слишком откровенно выразилась. Это была абсолютная не случайность. Она действительно так думает и верит в то, что она говорит. Просто многие другие реформы, например, медицинская, или объединение районов, или реформа образования, имеют почти ту же основу. Только все это завуалировано красивыми словами. Модернизация, оптимизация, диджитализация. А на самом же деле это все минимизация социальных расходов. И это не потому, что Третьякова и ей подобные – это злые люди. Это такая стратегия в отношении нашей страны. Да ну и не только нашей. И при сохранении нынешнего курса развития и движения нашего государства, которое определяется соглашением об ассоциации с Евросоюзом, меморандумом с МВФ и прочими обязательствами нашими перед кредиторами, не предполагается рассвет украинской экономики или же промышленный бум про создание массы рабочих мест. Я вообще молчу. Эта стратегия исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает – аграрка, добыча полезных ископаемых, транзитная инфраструктура, отдельные промышленные производства, вписанные в международные договора. Ну так, по квотам, чтобы мы сильно много не производили, нам же нельзя. Ну и плюс, конечно, сфера услуг и поставление живой украинской силы на заработки в ближайшие страны Европы. Клубничку-то тоже надо кому-то собирать. Для этого высшее образование не надо. Это вообще, в принципе, образование для этого не надо. Да? Игорь Гожева пишет, что для такой структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным, а потому логично побудить его куда-то уехать. Именно поэтому прежняя власть так борется за безвиз, чтобы лишнюю рабочую силу отправить на экспорт. И именно для этого и проводится курс на сокращение обязательств, чтобы безработные или просто бедные украинцы дома не засиживались. Постепенно, через какое-то время, 5-10-15 лет, численность населения будет сбалансирована с экономическим потенциалом страны, а доходы людей стабилизируются на уровне где-то чуть ниже Болгарии. И тогда, может быть, нас примут в Евросоюз, если он к тому времени, конечно, еще будет существовать. И если нынешнее закрытие границ не продлится слишком долго, а если продлится долго, то эту стратегию можно будет смело выбрасывать в утиле. И тогда начнутся действительно интересные времена. Как мне кажется, интересные времена начались уже сейчас. Сейчас у нас по два скандала в день, и раньше хотя бы было по одному. А сейчас по два. Берем обороты, набираем. Вот такие вот дела, друзья, такие у нас народные депутаты Украины, да и министры, в общем-то, с такой же стратегией, которую я ранее описала, к сожалению. Но у всего есть свое начало, есть свой и конец. Мы будем пристально следить за развитием событий и обо всем рассказывать вам. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна.ua. Мы все еще ждем извинений от депутатов, слуги народа за обвинение страны в распространении фейка. Ждем, не стесняйтесь, извиняйтесь, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, делитесь своим мнением в комментариях. Уважаемые народные депутаты, вы тоже. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok